Георгий, в минувшем туре, на мой взгляд, было установлено сразу два рекорда чемпионатов России. Одна команда забила гол на девятой секунде, а вторая проснулась практически от литератического сна на 43-й минуте. Ты можешь мне назвать вторую команду? Нет. Это Спартак. А почему на 43-й минуте? Потому что именно на 43-й минуте ты получил после гола удар от Зотова по ноге. Так. На который, если смотришь по телевизору, просто страшно смотреть. Казарцев. Вместо того, чтобы по вашему мнению и по мнению самого Зотова, кстати, показать красную карточку и удалить игрока, ограничился после долгого просмотра. Желтой. Вы с этим были не согласны. И в этот момент вы проснулись. И до перерыва забили гол в раздевалку. Согласись, что это не так. Совершенно все верно. Но спали или не спали, наверное, со стороны было виднее. Но то, что это немного нас активировало, согласен. И Спартак в матче с крыльями. Во втором тайме это был другой Спартак. Что было в раздевалке? Ну, Леонид Вилович, вы прекрасно знаете, что я не совсем люблю разговаривать, что происходит в раздевалке. Но когда зашел тренер, совершенно все было спокойно. Он четко знал, что делать. Но меня больше удивило то, что произошло, когда мы приходили в раздевалку. То есть, что случилось по трибунам помещений. Что тоже очень завело всю команду. Потому что небольшая перепалка, которая случилась с соперником, да, так скажем, со всеми. Немножечко нас, так сказать, тоже завела. Завела, да. Поэтому это не означает, конечно, что мы сейчас должны со всеми ругаться по трибунке. Но этот момент тоже имеет место быть. И вышли, и пришлось еще четыре забить. То есть крылья, сами того не желая. Крылья наступили на те же грабли, что и в прошлом году, когда они вели здесь 1-0. И в перерыве начали какие-то необоснованные высказывания. Как будто игра уже закончилась. И в прошлый раз пришлось выйти, обыграть их. И в этот раз тоже пришлось, так сказать, напомнить им, что так делать не надо после первого тайма. Тем более здесь, на «Спартаке». Надеюсь, они урок уже поняли со второго раза. Кстати, вот этой красивой победы и волевой. Вы сделали три подарка трем именинникам на прошедшую неделю. Это Никита Павловича Симоньяну. Джано. 96 лет. Абсолютно правильно. Джано. 30 лет, да. Ижегор. 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 Вы поздравили их? Я поздравил, соответственно, всех. Понятное дело. Потому что со всеми в хороших, теплых отношениях. Поэтому задачу выполнил от и до, так сказать. Можно ли открыть секрет? Что пожелали каждому из них, учитывая все-таки разный возраст именинников? Ну, Никита Павлович, понятное дело, что прежде всего, конечно же, здоровье. Вот, 96 лет, ленидарнейший человек. Вот. И, конечно, пожелал ему здоровья. И чтобы мы его как можно больше видели на стадионе, как это было недавно, например, когда мы были с вами вместе на «Легендах», когда играли, когда он рассказал нам отличный анекдот, который мы, к сожалению, не можем сейчас пересказать. Да, потрясающая память. Да, потрясающая память вообще. Поэтому хочется видеть Никиту Павловича как можно чаще. Чтобы он всегда был на таких мероприятиях, на таких праздниках и всегда радовал нас своим присутствием. Вот. Что касается «Жиго», понятное дело, что совсем недавно покинул команду. Еще такие непонятные эмоции, ощущения. Вот. Но, опять же, это друг, который уже будет... Ну, который будет всегда... На всю жизнь. Ну, на всю жизнь. Не на всю жизнь покажет время, да? Да. Потому что жизнь... Ну, на всю футбольную жизнь это точно. На всю футбольную жизнь это... Да, точно. Вот. Потому что, ну, в жизни всякое бывает, так скажем. Вот. Понятное дело, здоровья, удачи, без травм, всего такого. Чтобы дома все было хорошо. То же самое главное. Вот. А Жано, вы сами прекрасно знаете, что каждый день это не то, что уже друг, это, можно сказать, брат, часть семьи, что-то большее, чем, ну, просто слова такие, как друг или что-то. Поэтому все, что самое хорошее, опять же, есть, конечно же, ему пожелал. Вот. Чтобы мы как можно больше встречались, виделись, как мы это делали раньше. Нашим составом, кстати, тоже, чтобы мы чаще виделись. Да. Чтобы у нас с вами, наконец-то, получилось к нему прилететь. В Тбилиси. В Тбилиси, да. Вот. Поэтому классические поздравления, да. Несмотря на то, что это уже юбилей, на который он нас не пригласил почему-то. Да, это было его ошибкой. Роковая, роковая. Но в течение года он ее может исправить. Два раза. Два раза. Понятно. Мы готовы на выезд два раза вылететь. Да, я понял, что вы ему пожелали, дорогой Джаник, желаю тебе того, что себе желаю. Правильно? Нет, два раза больше пусть будет. Два раза больше? Да, конечно. Пускай будет все лучше. Я знаю, что его дом это мой дом и то же самое мой дом это его дом. Своей игрой ты мне напоминаешь игру моего кумира и твоего брата по крови, с которым у меня до сих пор очень теплые отношения, Буртаза Хурцелава. У него была хорошая скорость, мощный удар и он нередко пользовался этим оружием и приносил победу не только Тбилинскому «Динамо», но и сборной СССР. Мне кажется, ты обладаешь теми же качествами, но подключаешься в атаку гораздо реже. Почему? Ну, во-первых, мне очень приятно, что такое сравнение вы проводите с таким легендарным человеком. Что касается сегодняшней моей ситуации и моих подключений, то понятное дело, что есть тренерский штаб, который дает установку на игру. И, наверное, сегодня роль, которую я исполняю, не позволяет мне делать вот такие забеги вперед, так скажем. Но где-то на стандартах могу что-то еще показать, так сказать, как это было, вот, хоть и софсайд, так скажем. Вот, поэтому что говорят, то и делаю, так скажем. Кстати, Хурцелава был такой же веселый, остроумный человек, как и ты. И часто после, особенно победных матчах, я слышал его в исполнении «Нас никто не любит, не жалеет, разве дядя Мурзик немножко не красив?» Но однажды ему было не до шуток. В 1966 году, накануне матча за третье место чемпионата мира с Португалией, ему приснился страшный сон. Будто он рукой снимает мяч с головы форварда португальской команды. Хочешь – верь, хочешь – не верь. Ну, я своими глазами видел, как он рукой смахнул мяч с головы длиннющего тороса. Арбитр назначил пенальти, который португальцы реализовали. Скажи с тобой, бывало нечто подобное, что ты видишь во сне, а потом это происходит во время игры? Во сне не припомню, но есть такие вещи, например, настроение перед игрой. Вот именно настроение свое, обращаю внимание. И бывали случаи, когда у меня плюс-минус схожее настроение перед игрой, и что-то нехорошее происходило. И с тех пор я, хоть и такой достаточно веселый человек, люблю пошутить, посмеяться и все такое, но до игры делаю акцент именно на своем настроении. Это, опять же, никто не знал, пока вы сейчас не спросили об этом, потому что никто до этого, так сказать, не додумывался даже спросить. Поэтому вопрос хороший. Вот, но на свое настроение обращаю внимание. И если чувствую, что что-то схожее именно с теми, с предыдущими, где что-то шло не так, то стараюсь больше концентрироваться именно и фокусироваться. Быть немножечко, не немножечко, а быть именно серьезнее, да. Раз уж мы заговорили о центральных защитников, я вспомнил еще одного. Тони Адамса из лондонского арсенала. Легендарного капитана, легендарной команды. После окончания карьеры он два года отработал тренером. И спросил у хорошо знакомого ему Жозе Маулиния. Жозе, как ты считаешь, есть ли у меня тренерский талант? Жозе сказал, по-моему, есть. Но беда в том, что ты потерял 15 лет. Пока ты 15 лет играл в футбол, я в это время уже тренировал. Вот скажи мне, пожалуйста, такой немножко камерзный вопрос. Как игрок может оценить работу тренера, если это две совершенно разные профессии? Могу сказать одно, что игрок, который играет и который не играет, совершенно разно оценивает одного и того же тренера даже в одной команде. Это факт. Поэтому, понятное дело, когда ты играешь, когда ты проводишь на поле все время, ты немножечко по-другому смотришь и анализируешь всю ситуацию. Но знаю одно, что если ты был хорошим футболистом, это не значит, что ты будешь хорошим тренером. Это такие тоже у нас есть примеры, так скажем. Поэтому с Жозе Маулиния тоже, возможно, немножечко и согласен, что для всего нужно время. То есть, если ты заканчиваешь футбольную карьеру, это не значит, что ты завтра уже можешь быть супертренером каким-то. Это тоже на это нужно долгие годы, так скажем. Потому что это совершенно другая профессия. Совершенно другая профессия. Ну, например, Геннадий Логофет был замечательным футболистом, а тренером так и не стал. Но 15 лет, которые он провел в «Спартаке», конечно, болельщики и со стажем, и нынешние наверняка помнят и с уважением к Геннадий Логофету относятся. Это 100%. Потому что он их провел в московском «Спартаке». И вот ты в этом смысле, когда говоришь, что я бы хотел всю жизнь провести в «Спартаке», я к этим словам отношусь очень серьезно, и я в это верю. Ну, я хочу заметить тот факт, что я это сказал не после того, как я пришел в «Спартак» или что-то, или не через год, даже не через два. Да, я эти слова сказался совершенно недавно, спустя 6 лет своей карьеры здесь. Поэтому я могу… Это осознанные слова, они вот эти вот… Они бравада какая-то, да? Да, вот эти, как у нас тоже здесь бывает. Много кто приезжал, так скажем, после первых игр, там, целуют Ром, например, да, и следующее трансферное окно уже ищут себе команду. Поэтому это совершенно осознанный мой выбор, вот, который я сделал 6 лет спустя и сказал об этом в недавнем интервью, что да, я хочу провести свою карьеру, как это возможно, максимально в «Спартаке». И я буду делать для этого все, что от меня зависит. Честно говоря, если бы я был на твоем месте, я бы сказал бы те же самые слова. Потому что «Спартак» настолько популярная команда, а игроки «Спартака» настолько популярны, что про них даже слагают, или, по крайней мере, слагали анекдоты. Я могу рассказать один из них? С удовольствием. Один болельщик «Спартака» заядлый, немножко навеселее, забрел в Большой театр на болец «Спартак». Еще не начался спектакль, а он спрашивает своего соседа по креслу. «Скажи, пожалуйста, а Галимзян Хусаинов играет?» Тот отвечает, нет, говорит. А кто же играет? Морис Лиепа. Тот говорит, жаль, значит, Гиля приболел. Представляешь, какая популярность у «Спартака»? Есть такое, да. Мы это тоже ощущаем, так сказать. И не только на стадионе, но и в элементарном городе, в других городах. Дети, школы, садики, то есть. Вот Гиля Хусаинов приболел, да? А как чувствует себя Георгий Джики в преддверии матча с ССК? Тем более мы помним 43-ю минуту встречи с «Крыльями Советов». Ну, все, что было с «Крыльями Советов» – это уже история. Это уже на той неделе, как говорится. Да. Вот. Поэтому у меня совершенно хорошее ощущение. Вот. Перед дерби. Вот. Да, играем на выезде, понятное дело. Будет наших болельщиков немного меньше, так скажем. Это объективно. Вот. Но я совершенно уверен в своей команде. Совершенно уверен в наших силах. Поэтому предчувствие только хорошее. И никаких громких слов точно говорить не буду. Вот. Но все идет как надо. Так и будет. Мы играем на выезде. И я почему-то сегодня, когда ехал на встречу к тебе, вспомнил как раз матч с ССК «Гостевой» весной 2017 года, когда мы победили. И я думаю, что это была ключевая победа в отношении нашего чемпионства. И хотя сейчас не весна, а осень, хотя впереди еще много-много матчей, я думаю, что вот у этого матча очень серьезный подтекст во многих отношениях. И его тоже я бы назвал определяющим для «Спартака». Ну, это будет большая проверка. Да, потому что, учитывая, что прошло 12 туров, у нас были не совсем удачные игры в чемпионате с командами, так скажем, верхней части турнира «Таблицы». Мы проиграли «Динамо», мы проиграли «Ростову», мы проиграли «Зениту». И некоторые как-то скептически начали относиться к тому, что мы обыграем только команды, которые находятся в нижней части турнира «Таблицы». Вот, поэтому на сегодняшний день и пройдя, опять же, ну, несколько туров после тех поражений, мы обыграли «Локомотив», мы обыграли «Зенит» в кубке, например, да. Вот, люди опять, так сказать, ну, вернулись, да, тут на это чувство, что сегодняшний «Спартак» может что-то навязать. Поэтому игра с «ССК» будет отличной проверкой для нас и, так сказать, может, грубо будет сказано, но некоторым можем, так сказать, прикрыть рот, так скажем, аккуратненько. В хорошем смысле слова, потому что слишком много уже разговоров, кто может, не может, что может. Вот, понятное дело, что сидеть дома на диване и обсуждать это одно всегда, да, все профессионалы. В этом все мастера спорта, я думаю, заслужены, да. Вот, но одно дело, что выйти и сделать это, поэтому нам предстоит это сделать. И я очень хочу, чтобы у нас все получилось, и мы зашли в раздевалку, смотрели друг другу все в глаза и поняли, что у нас все будет хорошо. Мы начали наш разговор как раз с настроенной игру, и в этом плане огромную роль играл Николай Петрович Старостин, которому после установки всегда тренер предоставлял последнее слово. Он говорил, что это слово должно быть лаконичным и восклицательным. И вот перед подобными матчами, как с ЦСКА, он говорил, «Мы знаем, как сыграет ЦСКА, но никто не знает, как сыграет Спартак». И после этого команда выходила и, как правило, радовала своих болельщиков. Чего и нам желаешь. Отступать некуда. За нами Москва. Спасибо. Спасибо большое, Федорович. Как всегда лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Почему? Корректор А.Кулакова